В этом новостном выпуске Last Oasis ты узнаешь точную дату начала четвертого сезона, какие будут изменения, сделают ли карту как во втором сезоне и многое другое. Привет кочевники, пве шеренагибаторы. Вот что говорят нам разработчики, если переводить с их диалекта на наш. Сразу хочу сказать, что текст переводился при помощи моего недешевого друга. А 850 рублей в месяц за инетные деньги? Поскольку третий сезон близится к концу, мы бы хотели дать вам краткое представление о нашем взгляде на него и о том, чего ждать в четвертом сезоне. В эстриме воспользовались шансом позволить игрокам наслаждаться игрой так, как им нравится. И это работает на них, а не заставлять всех играть в одном и том же жестком мире, управляемым огромными кланами. Хотя мы считаем, что наш подход в какой-то степени сработал. Было множество проблем, в том числе недостаточно разнообразия. Мы сосредоточились на размере клана, который является одним из основных параметров игрового процесса. Но не единственным, скорость прогрессии, распределение карт, различные параметры игрового процесса, также чрезвычайно важны. И они были одинаковыми во всех сферах. Трудности модерации, любое ограничение, которое вы добавляете в игру, создаете пространство для злоупотребления или ограничений. Из-за большого количества сфер нам было чрезвычайно трудно везде соблюдать правила. Слишком детализированное разделение баз игроков. Некоторые миры были почти полностью пустые. Но в некоторых мирах также не хватало разных врагов, с которыми можно было бы сразить, что приводило к успешному игровому процессу намного быстрее. Чтобы решить эти проблемы, в четвертом сезоне вводится самостоятельно размещение выделенных серверов, а также возврат к единой официальной глобальной сфере. В Last Oasis уже есть множество групп разного размера, которые арендуют сервера и размещают пользовательские области. Это позволяет игрокам воспринимать игру иначе, чем в официальных мирах. Существуют PvP, меры с повышенными ставками, PvE миры, миры со специальными пользовательскими правилами и миры для очень короткого игрового процесса подобного арене. Однако инструменты для частных сфер деятельности не приводили в восторг. Доставляя игровые процессы быть слишком похожим на официальные сферы и дела, жизнь администратора в частных серверах намного сложнее, чем это было необходимо. Однако из наших главных задач для S4 изменить это. Мы расширяем возможность для частных серверов с помощью множества функций, таких как функциональная панель администратора для удаления, запрета игроков из игры, команды администратора, которые позволяют создавать множество различных вещей, таких как создание предметов, телепортации, наблюдения и многое другое. Настраиваемые свойства игрового процесса, которые вы можете использовать для изменения множества различных вещей, такие как стоимость обслуживания или полное его отключение, параметры возрождения, потребление воды и так далее. Возможность создания определенных плиток или всю область только для ПВЕ, полностью отключение ПВП урона с исключением дуэлей на торговой станции, множество новых опций на портале Mirial, облегченных администрированием частных сфер, а также настройку различных глобальных параметров, таких как перезарядка клана, планирование сжигания плиток или активация новых плиток. И последнее, но не менее важное, самостоятельный хостинг. Вы получите доступ к последнему приложению выделенного сервера Oasis, которое позволит вам размещать свой собственный игровой сервер на собственном компьютере или отдельной машине без необходимости его аренды. После выпуска S4 мы будем тесно сотрудничать с сообществами, группами и отдельными лицами, которые размещают частные области, предоставляя поддержку и добавляя дополнительные функции, чтобы помочь вам, ребята, создать уникальный опыт, который раньше был невозможен в Last Oasis. Частные сервера не будут удалены для запуска S4 и мы не планируем принудительно удалять их в будущем. Тем не менее, у владельцев будет возможность стереть их, когда они захотят. Мы выпустим файл выделенного сервера и другие новые функции на следующей неделе, что позволит администрации ознакомиться с функциями до запуска четвертого сезона. Особая благодарность Darksider, бойцовскому клубу Eclipse Oasis и за их помощь в тестировании самостоятельного хостинга и предоставлении отзывов в предложении. Вот такие были на сегодня новости. Ну а если тебе понравится, ставь лайк. Если хочешь, чтобы я делал новости постоянно, пиши комментарии. А если ты еще не подписан, подписывайся на канал. Будем рады тебя видеть. Увидимся в четвертом сезоне на стримах, либо на роликах. Еще раз спасибо. До новых встреч.